Знаешь, вот хочу искренне сказать, как я считаю. Утро нужно начать, конечно, с того, чтобы встать вовремя. Возможно, с чая, но еще и с песни, потому что запеваючий, играючий день проходит гораздо быстрее и веселее. Вот такие же мысли и у меня, что этим утром очень хочется спеть. Что мы, в принципе, и готовы уже сделать, может быть, немножко с нашими гостями. Ой, знаешь, я, возможно, напротив, не рискнул бы петь перед нашими гостями, потому что, ну, как известно, пою я себе не очень хорошо, потому что, скорее, это больше похоже на крик дикого животного. Но это не приговор. Это не приговор, это все можно исправить. Кстати, об этом и поговорим, потому что гости у нас сейчас совершенно необычные. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас Надежда Старкова, замдиректора Народного Центра Народного Искусства Уральского, да, насколько я понимаю. И Зайцев Николай, художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора. И поговорим мы, между прочим, о необычном конкурсе. Правильно? Раскрыть, пожалуйста, что происходит. Вчера у вас было большое масштабное мероприятие. Как прошло? Вы знаете, очень хорошо. Мы с большим туром в Крыму. У нас уже более 11 концертных площадок выступления Уральского народного хора. И вчера буквально мы в Симферополе дали большое концертное выступление. И мне очень порадовали зрители, слушатели. Настолько они эмоционально нас встречали. Ну а мы, артисты, дарили, вкладывали всю душу в свое творчество. Потому что, вот знаете, столько было разных концертов. Была совершенно разная погода. Мы попали... И под дождь. И под дождь. Я всегда, наверное, запомню, как мы побывали в городе Керчи. И там на концертное выступление в Ливень в тот самый момент зритель шел. Он буквально босиком шел на концерт Уральского хора. И это большая благодарность от зрителя. Это большой и низкий поклон. Это дорогого стоит. Это и есть же, как я понимаю, настоящее признание. Да. 11 концертов, да? Вот во всех городах, наверное, на Крыму уже успели побывать. Да, мы побывали. Мы уже побывали и в Ялте. И мы и в Николаевке, и в Порт-Ините. Сейчас мы, вот буквально завтра мы уже окажемся в Алуште. Сегодня у нас концертное выступление в Евпатории. Концертных выступлений много. И мы каждый раз дарим свое искусство. Хочу сказать, что Уральский народный хор – это не просто хор, который поет. Но у нас еще и балетная группа, и оркестровая группа, и фольклор вообще – это синтезирующее искусство. Это синтез разных жанров и универсальный артист. Артист должен и петь, и танцевать, и играть. И все это одновременно. Потому что 21 век диктует свои темпы, свои ритмы. Но самое главное – мы никогда не забываем традиции нашей народного искусства. Мы и поем, и пляшем, и играем. И поэтому наша концертная программа построена так, чтобы мы прикоснулись к традициям Урала. Чтобы кто-то познакомился с ними, кто-то, может, вспомнил. Мы исполняем песни советских композиторов и российских композиторов, современных композиторов, но в народной манере. Вот не могу не спросить. Понимаю, что вопрос напрашивается сам по себе. Как крымская атмосфера, крымская погода вообще способствует ли она выступлением? Возможно, создает особой пряности выступлением? Да, создает. Я просто слушаю ваш говор, и я сразу вспоминаю. Для меня это сразу очень отличительная особенность. И хочу сказать, что вот эта атмосфера всего такого национального и крымский какой-то характер интересный, он. И это создает атмосферу. Мы каждый раз что-то новое открываем на любой концертной площадке, и всегда зритель настолько тепло принимает. Это большая для нас победа. И знаете, еще для меня что? Что приходят дети, приходят молодежь, и от начала до конца все слушают. Им это интересно. Вот это тоже победа для нас. Потому что жанр, которым мы занимаемся, к сожалению, он сейчас, в 21 веке, не настолько форматен. Но я говорю всегда, пусть мы не формат телевидения, но мы формат души. И для каждого, для каждого в определенный момент наступит тот момент, когда захочет окунуться в народные истоки. Народные истоки, тем более уральский народный хор. Хоть мы и занимаемся народным искусством и традициями Урала, но у нас больше 10 национальностей в хоре. И татары, и башкиры, даже лесгины у нас есть. Но все это объединяет любовь к русскому народному искусству. Это наша главная задача объединять, и показывать, и дарить зрителям наше искусство. Как я уже сказала. Надежда, позвольте задать вопрос вам. Скажите, пожалуйста, по организации гастролей на полуострове. Вообще, все ли проходит гладко, все ли хорошо? И как встречают вообще организаторы, да, местные? Тур действительно очень масштабный и большой. У нас в целом получилось 14 мероприятий. Вот 11 из них уже состоялось. География масштабна от востока до запада, с запада до востока, и фактически на всех возможных концертных площадках. Были небольшие сложности, но с благодарностью я говорю каждому, каждому куратору площадки, что было оказано всевозможное содействие. И люди всячески, да, старались помочь нам в организационных вопросах, и в продвижении, и в логистических вопросах, и размещении коллектива. И в организации работы на площадке это дорогого стоит. И каждому-каждому большое спасибо, кто с нами сотрудничал в этом, нам как этого тура. Уверена, что вы отблагодарили тем, как выступал ваш коллектив. Это, наверное, была самая лучшая благодарность. Разумеется. Ну и финальный вопрос. Зрителям наверняка уже интересно. Вот сегодня в Евпатории. Где еще вас можно будет увидеть и услышать? Вот последние три. Где мы достанем? Один в Евпатории, еще два, да, осталось? Евпатории. Сегодня в 7 вечера театр имени Пушкина. Завтра с Алушта. Санаторий Алушчинский в 20.00. И получается, послезавтра город Севастополь, Ленина 25, Севастопольский центр культуры и искусств. Мы всех ждем и приглашаем, потому что билетов все меньше и меньше, а в некоторых уже и нет. Но мы всегда ждем нашего дорогого зрителя, и всегда ждем не только на наши концерты, но и ждем к нам в гости на Урал. Ну, безусловно, может быть, вы кого-то так и привлечете, еще и переманите наши. У нас у нас есть такие поклонники, которые готовы приехать в Екатеринбург послушать Уральский хор. Да, приехали в нашу многонациональную Крым, своим многонациональным коллективом. Еще и крымчан наших увезете. Ну, как заразили, да? Мы тоже в гости к вам и приглашаем в гости к нам, да. С удовольствием. Ну что же, да. Спасибо вам большое, Надежда и Николай. Спасибо, что приехали к нам на эфир и тоже зарядили нас таким хорошим настроением. Ну, а мы, надеемся, поделились с вами бодрость. Я напоминаю, что у нас был замдиректора концерта гастрольной деятельности и художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора. Это Надежда и Николай пришли к нам в гости сегодня. Но, а я хочу напомнить, что, конечно, в искусстве нет ничего красивее, чем эклектика, чем сочетание двух разных начал. И поэтому, возможно, именно наш южный темперамент позволил так бодро и так интересно раскрыться этнике и народной музыке. Но в интернете, я не просто так о нем заговорил, тоже эклектики полным-полно. И уж поверьте, мы отбираем все самое интересное, ну, самое насущное. Поэтому прямо сейчас предлагаю вашему вниманию следующую подборку.